Москва. Пресс-центр ТАСС. В этих стенах состоялась пресс-конференция, посвященная выходу первой книги из многотомной серии «Наркомы Великой Победы». Издание рассказывает об истории учреждения Наркомата Госконтроля СССР, его деятельности накануне и в годы Великой Отечественной войны. Каждый том этого книжного цикла будет посвящен отдельному народному комиссариату и его руководителям. На текстах работают профессиональные историки, архивисты, а организационную часть проекта выполняют соответствующие органы государственной власти России, в том числе к их компетенции относятся и поиск источников финансирования проекта. Первая книга цикла посвящена Наркомату Государственного контроля СССР. В ней подробно рассказывается о структуре этого органа управления, перестройке его работы на военный лад, специфике контрольно-ревизионной деятельности перед лицом беспрецедентного внешнего вызова. Основу тома составляют архивные материалы. Руководители федеральных министерств и ведомств, которыми мы взаимодействуем, видят в этом проекте достойную возможность отдать дань уважения, дань памяти своим предшественникам. Для них это дело чести. В перспективе проект Наркомы Великой Победы будет включать несколько десятков томов. В ходе пресс-конференции министр финансов Антон Силуанов отметил, что вопросы финансового контроля и эффективного использования средств крайне важны в периоды значимых явлений в стране, таких как Великая Отечественная война и современные события. Когда существует финансы, есть и финансовый контроль, и должен быть финансовый контроль. И вопросы эффективного использования средств, вопросы контроля наиболее актуальна в период сложных исторических событий в стране. Такими событиями был как раз, мы сегодня смотрим книгу, период Великой Отечественной войны. Сейчас можно делать параллели сегодняшней ситуации, когда необходимо все ресурсы, средства финансовые концентрировать для обеспечения наших главных задач, главных задач геополитики. В ходе пресс-конференции вопрос параллелей возник в связи с текущими событиями в зоне СВО и событиями 80-летней давности. Отвечая на вопрос журналиста, Сергей Нарышкин провел аналогию между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге и нынешним украинским контрнаступлением. Тогда, в 1943 году, Гитлер мечтал о реванше. О реванше за поражение в Сталинградской битве. Сначала планировалось наступление на весну, потом тоже внутри генералитета возникли сомнения о готовности начать наступление весной 1943 года. Ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что да, аналогия с так называемым контрнаступом со стороны Вооруженных сил Украины в июне-июле 2023 года просматриваются и очень явственно. В свою очередь, председатель редакционной комиссии Эли Исаев рассказал о том, что особое внимание при подготовке издания уделялось отбору архивных материалов и иллюстраций. Важной для книги темой стали события 13 июля 1941 года, когда Государственный комитет обороны поручил наркомату госконтроля в пятидневный срок проверить имущество на центральных складах наркоматов, обороны и военно-морского флота. Это позволило Государственному комитету обороны получить четкое представление о том, какими резервами располагает армия и флот. Антон Георгиевич, сегодня то же самое. По поручению президента, премьера, мы проводим проверки расходов средств на мероприятие специальной военной операции. Примечательно, что выход и презентацию книги устроили в знаменательную дату. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, развернулась битва под Прохоровкой. Одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. Проект «Наркомы Великой Победы» будет интересен не только профессиональным исследователям, но и всем любителям отечественной истории. И станет достойным вкладом в подготовку к будущему юбилею – 80-летию Великой Победы. Служба информации Фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова